Вопрос. Что означает слова, что тот, кто перечислит имена Аллаха, войдет в рай? Ответ. Хвала Аллаху. Сообщается от Абхурейры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да Богословит его Аллах и приветствует, сказал. Воистину, у Аллаха 99 имен, 100 без одного. Кто перечислит их, войдет в рай. Хадис передали Бухари и Муслим. Первое. Перечисления, что упоминается в хадисе, включают в себя следующие значения. Первое. Выучить их наизусть. Второе. Знать их значения. Третье. Действовать в соответствии с ними. То есть, узнав, что Аллах един, Он не станет передавать ему сотоварищей. Узнав, что Он, дающий пропитание, не станет обращаться к другим за этим. Узнав, что Он милосердный, Он станет исполнять поклонение, которое является причиной проявления милосердия к рабу. Четвертое. Молить Аллаха с их помощью. Сказал Всевышний Аллах. У Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к Нему посредством их. Сура Аль-Аграф, аят 180. К примеру, говорить. О милостивый, о милосердный, помилуй меня. О прощающий, прости меня. О принимающий покаяние, прими мое покаяние. И так далее. Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Уссимин, рахима Аллах, сказал. Смысл перечисления их не в том, чтобы записать их на карточки, а после, повторяя, запомнить их. Однако смысл в том, чтобы, во-первых, знать само слово, во-вторых, понимать его смысл, в-третьих, поклоняться Аллаху в соответствии с ними. И это достигается двумя способами. Первый способ. Обращаться к Аллаху с помощью этих имен. Сказал Всевышний Аллах. Посему, взывайте к Нему посредством их. Приближаясь к Аллаху посредством Его имен, выбирая в мольбе то имя Аллаха, которое соответствует просьбе. При просьбе о прощении, например, говоря. О прощающий, прости меня. Но в этом случае неуместно говорить. О тот, кто суров в наказании, прости меня. Это больше похоже на насмешку. Лучше сказать. О тот, кто суров в наказании, спаси меня от своего наказания. Второй способ. Совершать поклонение в соответствии с тем, на что указывают эти имена. Из имени милосердный понимается, что Аллах проявляет милосердие. Так совершай праведное дело, которое притянет милосердие Аллаха. Это и есть смысл перечисления. Если это будет так, то этот человек заслужит награды. Входа в рай. А Аллаху ведомо лучше. Продолжение следует.